Израиль нанес удар в подводной лодке «Хамас». А откуда «Хамас» подводная лодка? Я вообще удивлен. Я сразу вспомнил фильм Стэнли Кубрика. Помните, там такой... Там Белуша играет, только Джон, тот брат, который на самолете играет сумасшедшего летчика. И, в общем-то, о событиях, которые имели место быть, фильм называется «1941-й». Но на самом деле такие события произошли в 1942 году, когда японская подводная лодка обстреляла недалеко от Лос-Анджелеса нефтеперерабатывающий завод. А вот вокруг этого... То есть, там в 1941 году, если вы помните... Если вы смотрели фильм, да? Там, в общем-то, события обыграны уже такие комедийные. Это комедия, но очень она мне нравится. А я говорю о событиях, на самом деле, 1942 года. Это налет на Лос-Анджелес, когда люди всю ночь стреляли. А если вы помните, выпустили там какое-то безумное количество боеприпасов по якобы японским самолетам. Ну, там, может быть, это были какие-то НЛО, может, хер ее знает. А в фильме вот это вот как раз и показано, что они обстреливают свои собственные самолеты. А потом генерал там или адмирал спрашивает у солдата и сержанта, что случилось, какие там жертвы и так далее. Тот говорит, японская подводная лодка потопила наш танк и колесо обозрения. Вот это вот гениальная фраза. Я всегда до слезы ржу, когда это слышу. Потому что вот очень часто, когда читаешь о каких-то боевых действиях, да, и вот встречаешь подводную лодку в себя Украины, которая обстреляла, утопила танк, да, и колесо обозрения. Вот здесь, мне кажется, то же самое. По подводной лодке на побережье нанесли удар. Что-то мне не верится, если честно. Про подводную лодку прям совсем не верится. Ну, пусть это на их совести будет. В Кремле сообщили об опасности конфликта в Израиле для Российской Федерации. То есть, им не опасно лезть в Сирию, на Ближний Восток и там борова качать. А вот опасен конфликт там в Израиле. Ну, не лезьте туда и не будет для вас опасен. В Израиле вчера в синагоге обрушилась трибуна. Погибло два человека. 167 пострадало. Один из погибших, 12-летний мальчик. Ну, такое бывает, рушатся трибуны. Но вы знаете, что удивляет? Что это уже вторая трибуна за полмесяца. Прошлое, если вы помните, 29-го числа обрушилось на празднике, значит, на горе Мирон у города Цфат. И там туда собралось 100 тысяч человек. Там рухнула какая-то трибуна. 40 человек погибло. Раненых тоже было огромное количество. И 148 человек обратились за медицинской помощью. 16 больниц были доставлены. А вот по другим данным погибло 45 человек. Вот. И, значит, это пять граждан США. Два гражданин Канады. Один гражданин Аргентины. Ну, и так далее. Ну, в основном все граждане Израиля еще. И я, честно говоря, очень удивился. Потому что, ну, посмотрите, как интересно. Как события развиваются. Рухнула одна трибуна. Теперь рухнула другая. Ну, события волнообразно развиваются. Может быть, случайность. Да, ну, ведь может и не случайность. То есть, есть вещи, которые бывают случайно. Ну, падение трибуны-то можно подстроить не случайно. Правильно, да? Поэтому очень как-то надо ждать какого-то еще геморроя, конечно. И проверять все эти трибуны. Очень-очень-очень внимательно. Ну, может быть, мистическая составляющая. Очень много, да, таких вещей, которые случились одновременно. Очень много. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-